Спасибо большое. На самом деле, вот не кривля душой, скажу, что получил огромное удовольствие. Столько умных, интересных, прогрессивных людей, которые говорят очень, на самом деле, интересные и умные вещи. Поэтому очень приятно здесь находиться. Надеюсь, что я что-то внесу. Значит, просто немножко не к тому, чтобы себя здесь промотировать. Я просто объясню, почему, наверное, мне дали именно эту тему. Я живу в Соединенных Штатах достаточно давно, уже лет 20, наверное, 7. Я начал там медицинским студентом, но никогда не терял связь с Россией, поэтому у меня здесь есть бизнесы и в Европе. Многие, может быть, слышали, у меня есть компания Кромосфарма, которая занимается клиническими исследованиями. Потом у меня есть Дипо, которая называется Корекс, которая тоже сейчас в нескольких странах. Но кроме этого, я еще занимался с самого начала, практически, как только я закончил тренинг в Штатах, я стал заниматься клиническими исследованиями как инвестигейер. Это меня как раз и толкнуло в этот весь биотек, потому что мне стало очень все это нравиться. И так получилось, знаете, как я, наверное, по Пушкину, чему-нибудь и как-нибудь, но еще я занимался и биотеком, и продолжаю заниматься биотеком. Параллельно мы одну компанию со стволами и клетками, кстати, исследования проводили в России, мы ее потом вывели на биржу и продали. Сейчас вот пытаюсь повторить со второй компанией такой же фортель, но не знаю, получится ли или нет. Ладно, значит, что сейчас происходит с биотеком и с фармой в мире? На самом деле, все очень даже замечательно, если вот так смотреть глобально. Есть определенные риски, на самом деле, риски связаны с тем, что в Соединенных Штатах очень непредсказуемо. Есть президент, который все время кричит о том, что все нечестно, неправильно, почему мы все развиваем и разрабатываем, а вы, сволочи, так дешево потом все это покупаете. И сейчас мы будем снижать у себя цены, будем поднимать у вас цены. В общем, и от этого рынок волатилен постоянно, то есть то биотек наверху, то он внизу. Но в любом случае, если смотреть на CAGR, вот это Pricewater, по-моему, делал, то к 2023 году, представляете, это 43 триллиона долларов. Это очень-очень немалая сумма. Вот внизу, кстати, статистика просто привел по тому, как себя чувствует CRO бизнес в Соединенных Штатах. Он себя чувствует тоже очень неплохо, аутсорсинг в САРО продолжается, то есть исследования идут очень-очень мощно. Вот эта последняя выгрузка из ClinicalTrials.gov буквально, по-моему, вчера или позавчера. То есть если посмотреть на количество исследований в последнее время, то их становится какое-то безумное количество. Посмотрите, то есть сейчас в мире идет около 300 тысяч клинических исследований. И посмотрите, какой тренд там с того же 2005 года. То есть, безусловно, мы говорили о том, что качество исследований меняется, мы уходим в специализированную медицину, исследования по размеру становятся другими. Но то, что R&D сейчас на очень высоком уровне, и в него сейчас совершенно не сопоставимыми ни с чем в прошлые годы вложения есть, это 100%. То есть на самом деле сейчас в общем фарма и биотек достаточно hot. А вот что происходит в России, 17-й год, 18-й год, опять же не моя таблица, но она соответствует действительности. Это из ГРЛС выгружено. Значит, смотрите, то есть у нас в 18-м году количество исследований стало меньше, на 6,7%. То есть если мы смотрим на International Multicenter Trials, то, кстати, их стало чуть-чуть больше. Ну, это на самом деле, это по тем approvals, то есть по тем разрешениям, которые были даны на проведение исследований. Мы не знаем, все ли исследования были проведены потом, но мы берем среднестатистическую информацию здесь. Что произошло дальше? Давайте смотреть вместе, что происходит с локальными исследованиями зарубежных компаний, фармкомпаний. Их стало на 45%, на 46% меньше. Не знаю, может быть, кто-то скажет, почему это происходит. То есть моя теория заключается в том, что сейчас рынок для иностранцев, именно локальный рынок, регистрационный рынок, он становится менее интересным. Это связано, во-первых, с локализацией, во-вторых, с тем, что достаточно серьезные средства надо тратить для того, чтобы проводить повторные клинические исследования. Если ты сразу их не начал в России, вы знаете о том, что нужно проводить поздние фазы клинических исследований, чтобы получить разрешение. Ну, не знаю, наверное, здесь еще есть причины. Проведение биокаллентности тоже немножко упало. Локальные клинические исследования упали, и локальные биоисследования тоже не поднялись. То есть ситуация, ну, давайте скажем, что она не самая идеальная. Единственное, что радует, что вот именно такие глобальные многоцентровые клинические исследования, они хотя бы не упали, они, может быть, даже немножко приподнялись. А это вот информация о том, что происходит с инспекциями. Это выгружено тоже совершенно. Мои мои сотрудники это выгружали. То есть здесь совершенно четкая информация. То есть давайте посмотрим на количество NAI, VAI и OAI. То есть это No Action Indicated, Voluntary Action Indicated и Official Action Indicated. То есть OAI – это самая такая неприятная штука. То есть если взять, например, ту же Америку, в которой проводится безумное количество исследований, безумное количество инспекций, все равно если смотреть по процентам, то у них исследований, в которых не было нужды в какой-то action, значительно меньше, чем даже в той же России, чем в Украине. Я Грузию бы отсюда выделил, потому что количество исследований здесь слишком маленькое, чтобы какую-то статистику проводить. Но, опять же, мы здесь не выглядим ужасно. Да, вот мы рассказывали про сэмплс, рассказывали про исследования с альдактоном, в котором там blood samples были пустые. Но, в общем, не так все ужасно. Еще большая тема для спонсоров, для западных – это с какой скоростью вы можете начать исследование. Все хотят, чтобы это началось вчера. И вот, опять же, регион, который нам интересен, я его привел, чтобы просто для сравнения посмотреть, то есть где находится, например, та же Россия по сравнению с какой-нибудь Украиной или, я не знаю, с Румынией. То есть вот эти все страны, которые здесь показаны, они имеют очень-очень позитивный как бы start-up timelines. То есть за три с половиной месяца сделать from submission to approval для России сейчас это тоже большой успех. То есть и здесь, в общем, все положительно. То есть почему же так все фигово и почему к нам не хотят идти? Да, то есть мне кажется, что очень большой темой здесь является perception. То есть что происходит со страной именно вот в каком-то таком оптическом режиме. И давайте скажем откровенно, если говорить про Америку, которая, ну, там, любит ее или не любит, она рулит биотеком, она рулит R&D в мире. Да, то сейчас, безусловно, в последние, не знаю, там, 5-6 лет информация идет очень негативная. Она экстраполируется, видимо, и на health care. И если говорить откровенно, то часто задают вопросы, когда начинаешь общаться со спонсорами, а вот как вы думаете, а стоит ли, а что будет дальше, и политические риски, какие-то постоянные вопросы. Вот опять же, было пару раз уже задано мне вопрос насчет интернета, насчет того, что, а что если, потому что это там становится хедлайнами. То есть, как только вот какая-то информация проходит, что в России отключают интернет, это вот там будет на CNN завтра, да, после этого ты входишь на какую-то телеконференцию, тебе сразу, в первую очередь, тебя спрашивают, а что будет с моими ECRF-ами, если у тебя отключат интернет? И ты начинаешь объяснять, что, скорее всего, этого ничего никогда не произойдет, но осадочек остается, да. Поэтому, безусловно, вот эти все моменты, мне кажется, они сейчас являются самыми важными. И не то, что мы можем на них как-то очень серьезно повлиять, но вот опять же, я сделал такой для себя брейнсторм того, чтобы вот мне показалось бы правильным в этом направлении делать именно вот на уровне как institutional, да, и как на уровне страны в целом, и на уровне индустрии в целом. То есть, безусловно, нам нужно всем, ну, нам нужно всем, как можно больше англоизироваться, да. То есть, я не имею в виду, что все должны завтра разговаривать на замечательном английском языке. Но вот я смотрю на некоторые сайты, даже на некоторые там замечательные медицинские центры, с которыми мы очень активно работаем, много пациентов, у них даже нет английской версии, да. То есть, у них нету представления о своих иннестегейтерах на английском языке. Это не так сложно сделать, да, и показать людям, что да, эти ребята уже там в исследованиях последние 20 лет, и что они там провели по 50 клинических исследованиях, кумулятивно набрали, не знаю, там 10 тысяч пациентов, да, это будет очень серьезной, по-моему, вот такой вот подоплекой для того, чтобы люди смотрели на вас значительно более позитивно, да. Потом, сейчас вот мы начинаем видеть, как вот я приехал только что с АСКО, да, там, то есть, есть русские постеры, есть русские презентации, даже есть новые русские препараты, которые уже начинают там показывать, да. Вот, чем больше этого всего будет, тем наука и медицин будет совершенно стоять вот полностью в стороне от этой политической всей вот билиберды, которая там выливается на нас ежедневно. То есть, вся эта вот история с Трампом, история с этими всеми прослушками, там, не знаю, с чем, это, ну, просто, я, честно говоря, перестал смотреть телевизор, потому что, ну, вот, можно в любой момент его включить, и тебе будут вот долбить по голове одним и тем же. И, безусловно, на людей это действует. Вот, безусловно, вот то, что сегодня уже говорили, Артем об этом говорил, что возможность взаимодействия с иностранными своими коллегами, да, на конференциях, на, не знаю, там, на тех же poster presentations, это тоже огромный плюс. И когда люди видят, что у вас с мозгами все в порядке, что вы понимаете науку, вы понимаете science, это меняет полностью perspective. Конечно, безусловно, clinical trial education, но это, я так вижу, что уже здесь и так процесс пошел, и очень серьезно пошел. Безусловно, ну, не стоит говорить о очевидном, да, что чем лучше мы будем проводить исследования в России, чем меньше будет таких историй, как, например, с тем же tissue samples, да, тем, наверное, меньше у нас будет проблем. Хотя, опять же, возвращаясь к статистике, мы не одни такие в мире. То есть, если посмотреть на качество там в той же Европе или в Соединенных Штатах, это не всегда все так суперзамечательно просто, чтобы здесь люди тоже не отчаивались. Вы не какие-то там белые вороны, и все ошибаются. И, безусловно, investment, то есть, извините, инвестиции в инфраструктуру. То есть, что я имею в виду под этим? Конечно, если у больницы нет возможности купить PET-CT или PET-MRI scanner, то от этого вы не сможете завтра это поменять. Но вот те инвестиции небольшие, которые можно сделать именно в клинические отделы, нанять одну дополнительную там trial nurse, да, то, о чем Нема, например, вот мои знакомые инвеститоры говорят, что у них с этим огромные проблемы. То есть, вот у них не хватает support. То есть, они им приходятся, поэтому самим кто-то говорил о том, что они сидят и заполняют электронные CRF. То есть, безусловно, это все, ну, создает определенное тоже реноме. Потому что в любом нормальном университете в Соединенных Штатах, да, ты приходишь, и у тебя там целая команда. Я никогда в жизни не общался с PIA-ем напрямую. Мне все время какие-то там 25 уровней его помощников мне пишут, присылают бумажки. Вот. И он там один раз появляется, благословит и уходит. Вот. И потом, и продолжать, то есть, вот к разговору о том, делать ли из клинических исследований бизнес или не делать бизнес, мне кажется, что здесь просто другого варианта нет. Нужно продолжать себя self-PR. То есть, опять же, показывать, что у нас все замечательно. Потому что, когда мы смотрим, например, на recruitment rates, да, вот на количество пациентов, которые мы приводим в исследование, потому что часто те исследования, в которых мы находимся, они, там, не знаю, 20 стран идет, 15 стран, да, и там серьезные спонсоры, да. И когда нам каждые три месяца присылают, как бы, статистику того, сколько мы набрали по отношению, не знаю, там, к Испании или, там, не знаю, к Германии, ну, честно вам скажу, что мы совсем себя неплохо показываем. И поэтому люди, которые о нас уже знают, они возвращаются к нам и делают с нами исследования ни один раз, ни два раза. У нас есть партнеры, с которыми мы работаем последние 10 лет, там, не знаю, 12 лет. То есть, вот этот вот пиар о том, что, например, вот только что закончилось исследование, в котором Россия набрала, не знаю, 70%, что на самом деле очень часто. Вот это совершенно не какой-то over-exaggeration, да. И вот вся информация позитивная, она должна выдаваться. Как это сделать, на каком это уровне, это уже, к сожалению, я помочь здесь никак не могу. Но вот этот пиар, он достаточно дешевый. То есть, сделать пресс-релиз, например, от какого-нибудь медицинского центра, ну, это, там, не знаю, 350 долларов стоит. То есть, вот эти все моменты, мне кажется, здесь нужно как-то креактивно к этому подходить, потому что вот эту политическую парадигму мы с вами не переломим. Она как есть, так она, наверное, какое-то время еще и будет. Вот такие вот мысли на полях я специально быстро прогнал, чтобы вас не мучить, потому что я понимаю, что все уже немножко хотят и кушать, и спать, да. Вот. Ну, я считаю, что, во-первых, этот симпозиум, он вот как step in the right direction. То есть, стоя из того, что я видел, и там, когда я смотрел на это электронный, и вот находясь здесь, проведено все, на самом деле, на замечательном уровне. И на такие венюзи нужно приглашать как можно больше иностранцев, потому что они должны это видеть, они должны возвращаться и пропагандировать все это. Кто не хочет приехать в Питер летом, ну, скажите мне. Поэтому это очень все правильно, это нужно делать больше и постоянно, потому что я в этом месяце был уже на четырех конференциях, да, из них только одна была в России. Хочется, чтобы вот этот вот баланс поменялся. Все, спасибо большое. Продолжение следует...